Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Российским пенсионерам рассказали о новой дополнительной помощи, которую им начнут предоставлять уже осенью текущего года. Новые программы позволят помочь пожилым гражданам даже лучше, чем если бы просто им были выданы деньги. Дополнительная помощь будет оказана пенсионерам на региональном уровне. В сентябре-октябре в ряде субъектов федерации планируют запустить службы, которые будут помогать пожилым гражданам обустраиваться в быту. Например, такая программа заработает в Тверской области, идею уже поддержал губернатор, а финансирование будет обеспечено за счет президентских грантов. Ожидается, что служба будет состоять из 50 наставников, которые возьмут под свою опеку пенсионеров, будут держать с ними связь по телефону и помогать по дому в случае необходимости. Авторы проекта уверены, что такая помощь будет даже лучше материальной, поскольку в пожилом возрасте гораздо важнее забота и внимание. Также в рамках проекта пенсионерам будут помогать и по другим вопросам, например, если им нужно записаться к врачу в поликлинику или освоить новые технологии. Таким образом, для пожилых граждан будет обеспечена полноценная жизнь без каких-либо ограничений. Помимо этого, планируется, что для пенсионеров откроют горячую линию, позвонив по которой они смогут получить ответы на интересующие их вопросы. Это коснется в первую очередь тех пожилых граждан, которые не состоят на учете в соцзащите, а значит власти не знают, что им нужна помощь. Ставьте лайк, если поддерживаете оказание помощи для пенсионеров и напишите, как вы к этому относитесь и стоит ли заменить такую помощь денежными выплатами.